К сожалению, я не очень близко знаком с деятельностью Эдуарда Шварназа. Я помню, что в советские времена в Политбюро мы, деятели культуры, музыканты, мы на него смотрели как на одного из немногих действительно культурных, глубоко интеллигентных представителей высших органов власти. Мы привыкли к такому достаточно кандовому имиджу, и появился человек, несмотря на то, что он был грузин, а не русский, мы его воспринимали абсолютно своим, потому что он выражал мнения страны и выражал их на таком очень глубоком уровне, на действительно глубочайших традициях, на знании этих традиций, на уважении и к российским традициям, и к грузинским, естественно. То есть вот этот деятель ЦК, КПСС, Политбюро, действительно вызывал всегда самые горящие симпатии и глубокое уважение, чего нельзя сказать о других. Наверное, он был в этом смысле даже каким-то уникальным. А что касается его дальнейшей деятельности, пока он был у власти, мне кажется, что Грузия была в порядке, что называется. Потом пошли вот эти вот метания. И я, честно говоря, только со стороны переживал. Я не был с советских времен в Грузии, у меня периодически были гастроли в советской Грузии, потом не стало. Я только слышал отзывы, причем самые разноречивые. При том, что мои ближайшие друзья грузины, Тамри Когберцетели, например, и Зураб, Саткелава, и Маквала Касрашвили, выдающиеся деятели российской культуры уже. Но я знаю, как они переживали, сколько боли было, особенно у Тамары, поскольку часть ее семьи Белиси, и она постоянно испытывала вот эти сложности с приглашениями сына и со встречами с другими родственниками. Это именно было тогда, когда Шеварнадзе не стало у руля. И теперь, когда он ушел, только хочется его поблагодарить за все и пожелать, чтобы земля ему была пухом.